Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапрегион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Какая радость. Свои, чужие, все свои. Наши дети. Свечи, цветы и игрушки. В небо белые шары. Сегодня наобчане почтили память погибших при пожаре в Кемерове. Каждый из нас не запаникует и выполнит все, что ему положено и сохранит жизни себе и посетителям. Пожарная тревога. Сотрудники Анапского многофункционального центра отработали алгоритм действий при возникновении ЧАЭС. По пляжному отдыху запланировано продолжение работы по классификации пляжей. В центре внимания – Анапа. Краевой министр принял участие в совещании по подготовке к курортному сезону. Сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерове. На здании городской администрации приспущены флаги. В городе отменены все культурно-массовые мероприятия. В храмах прошли панихиды. Анапа скорбит вместе со всей страной. В небо над Анапой взмыли белые шары. Более тысячи жителей и гостей курорта почтили память погибших на Свято-Осиевской площади. За упокойное богослужение провел настоятель храма Святого Ануфрия Геннадий Ключников. В часовне Святого Осии с утра идут люди. Анапчане несут цветы и мягкие игрушки. Зажигают свечи. До переезда в Анапу три года назад Марина Баталова жила в Кемерове. Среди погибших нет ее родных или знакомых. Но трагедия все равно воспринимается как личная. Все свои дети, какая разница. Свои, чужие, все свои. Наши дети. Российские. Кемерово «Мы с тобой» – это ключевые слова для поиска единомышленников в социальных сетях. Помимо этого, такой вот рисунок, скорее всего, детский. Автор из поселка Ильский, северского района Кубани. Панихида по погибшим уже началась, а людской поток не иссякал. Все терпеливо ожидали очереди. А Левтина Дубская возглавляет отдел по персоналу в прибережном отеле. Вчера к ней, не сговариваясь, начали подходить люди. Набралось около 15 человек. Это горе такое, что оно не описывается вообще никакими словами и не подается никакому здравому смыслу. Поэтому мы просто душой с этими людьми, которые потеряли своих родных и близких. У самого дети, когда это произошло, иногда думаешь, а как бы ты пережил, сразу хочется отогнать эту мысль. Не представляю, как людям справиться с этой трагедией, те, кто потерял детей, сколько надо сил. Для меня, для мужчины, и то это в голове не укладывается. В знак памяти о погибших в страшном пожаре участники акции отпустили в небо сотни белых шаров. Жители и гости курорта продолжали подходить с цветами и игрушками. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Продолжение следует. В процесс эвакуации посетителей включается весь персонал центра. Людей провожают к противопожарным выходам. В первые минуты важно не допускать паники и действовать согласно инструкциям. Однако, не все посетители отреагировали на сигнал тревоги. Многие попросту его проигнорировали. Таких клиентов приходилось буквально упрашивать покинуть помещение. А ведь в реальной чрезвычайной ситуации такое безразличие может стоить жизни. Как показывает практика, среди, допустим, сегодняшних 40-50 посетителей, порядка 10 человек отказываются просто выходить из здания МФЦ, потому что они пришли получить сюда услугу. И то есть на сигнал пожарной тревоги реакции у них практически никакой нет. Приходится лично подходить ко всем этим гражданам и за руки, и просить их покинуть помещение МФЦ. Само помещение оборудовано необходимой системой противопожарной безопасности. Каждый кабинет и рабочие места операторов укомплектованы огнетушителями. По всей площади центра расположены тревожные пожарные кнопки. На потолках датчики пожародымозащиты, которые в случае возгорания подадут сигнал тревоги. Особое внимание уделено потенциально пожароопасному помещению. В серверной, где расположено основное электронное оборудование, смонтированы специальные пламя-госящие устройства. В случае пожара капсула активируется и потушит очаг возгорания. Кроме того, регулярно проводится инструктаж сотрудников. У нас раз в квартал проходит инструктаж подробнейший, отмечаемся в журналах. За каждым сотрудником закоплен порядок действий, который он должен выполнять в случае чрезвычайной ситуации. И, слава богу, такого еще не понадобилось. Я думаю, каждый из нас не запаникует и выполнит все, что ему положено, и сохранит жизни себе и посетителям. Результатами проведенных учебных мероприятий я полностью удовлетворен. Коллектив отработал слаженно, что показали сегодняшние результаты. В случае необходимости при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации на территории многофункционального центра все посетители, а также все сотрудники будут защищены на 100%. Эвакуация посетителей прошла менее чем за 3 минуты. Сотрудники четко отработали полный алгоритм действий при пожаре. Но в случае реальной угрозы многое будет зависеть и от самих жителей. Поэтому при любой возможности проверьте и себя, насколько вы сами готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. Руслан Душевский, Анапа. Регион. И к другим темам. Анапа готовится к курортному сезону. Все направления этой работы обсудили на расширенном совещании под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофора Константиниди и главы Анапы Юрия Полякова. Миллионы туристов едут на курорты Краснодарского края, прежде всего на море. Комфортный пляжный отдых и ничего лишнего. Вот к чему должны стремиться власти прибреженных городов. На краевом уровне сформированы единые стандарты. По пляжному отдыху запланировано продолжение работы по классификации пляжей. Кстати, здесь хочу отметить очень активную динамику по Анапе. В общей доле краевой значительно реализуемая именно классификация добровольных пляжей. Говорим о единых стандартах, которые были разработаны к оформлению пляжей. Гораздо сложнее искоренить причины для многочисленных жалоб отдыхающих. Незаконная торговля на зоэлевый прокат плавсредств и автомобили у береговой линии. Ограничения, которые вводит администрация, как под лупой, рассматривают и оценивают контролирующие органы. А нужна единая позиция в этом вопросе. Мы сегодня для себя должны иметь такое понимание или на совещании в протоколе указать, то есть мы ограничиваем доступ или не ограничиваем. Как прокуратура сейчас скажет. То есть мы не ограничиваем доступ спецтранспорта туда, там спасатели, там пожарники. Полиция скорой помощи. Не ограничиваем. Но тогда всем остальным надо ограничить доступ. Нечего там делать на этой пляжной территории, тем более законодательно этого делать нельзя. Не место для дикого отдыха и бугасская коса. Убрать таблички, запрещающие купание, и поставить спасательные посты. И запретить въезд к транспорту к планы на предстоящий сезон. Кристоф Русанович, работа эта ведется. Мы надеемся на то, что мы к сезону успеем, потому что мы очень торопимся. Со стороны департамента имущественных отношений очень много вопросов они задали. От схем, от всего. На сегодняшний день они выделяют полосу земли. Там нам, где-то в районе 5 гектаров, где будет построена парковка. И мы максимально постараемся, да не постараемся, так и будет, не запускать транспорт, как задачу ставил губернатор на бугасскую косу. Пляжные территории в этом сезоне на особом личном контроле главы Анапы. К арендаторам пляжей муниципалитет предъявляет ряд требований. Это и доступность для маломобильных граждан, исключение услуг общественного питания и торговли. Юрий Поляков добавляет, прекратите городить заборы на песке. Я обращаюсь ко всем работникам здравницы, кое-какие с пляжной территории. Давайте мы все вместе министру доложим, что заборов на пляжных территориях не будет. Ну послушайте, у вас есть чувства, у вас есть охрана, у вас есть спасатели, золотые пески, у вас, по-моему, там забор 2-2 метровый. От кого вы прячетесь? От людей, от народа. А народ, мы получаем тысячи жалоб, почему я не могу зайти? У вас есть люди, по всему, не объясняют, почему не могут зайти туда? Потому что это ваша территория, все неправильно. И обращаюсь о ко всем, что заборов там не было. Совещание было продолжительным. Подготовку к сезону рассмотрели буквально со всех сторон. В следующих выпусках мы расскажем о других темах. Анапские достопримечательности вошли в историю. Точнее, в список 80 историй о Краснодарском крае. Так называется книга, она недавно вышла в свет тиражом в тысячу экземпляров и уже доступна широкому кругу читателей. В Фолианте собрано 80 коротких увлекательных историй. Они откроют для читателей малоизвестные забытые факты, связанные с природой и культурным наследием нашего края, который, кстати, в прошлом году отметил свой 80-летний юбилей. Очерки и иллюстрации о четырех анапских достопримечательностях подготовили писатель Сергей Левин, фотографы Александр Кореневский и Ирина Серова. Действительно, 80 историй из самых различных областей жизни. Есть спорт, есть культура, есть история края, краеведение. Есть рассказы об интереснейших людях и фактах, которые многие жители края даже не знают. И мне очень радостно, что в это издание вошло четыре истории о нашей родной Анапе. Это истории, которые я написал о музее Горгипи, о озере Всуко, о нашем, ну, можно сказать, фишке, о нашей фишке курорта фестиваля киношок и, конечно, о Пионерском проспекте как Республике Детство. Таким образом, вот, популяризируя Анапу еще и вот через такие вот серьезные краевые издания, которые уже сейчас распространены во все библиотеки Краснодарского края. К слову, Анапский поэт попал и в переплет еще одной книги под названием «Крым романтический». В сборник вошли рассказы, отобранные по итогам конкурса, проведенного по инициативе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Сергей Левин представил рассказ «Внутри меня море». Мне захотелось написать такую немножко грустную, печальную, ну, в то же время и красивую историю, где переплетается любовь, отчаяние и обретение себя через искусство. В частности, я вдохновлялся картинами Айвазурского, которые непосредственно в Феодосии располагаются, вот, дом-музей. Познакомиться с творчеством анапского автора и других писателей Кубани можно в библиотеках города. Книги уже в свободном доступе. В дошкольных учреждениях города-курорта проходит конкурс сценариев, игровых занятий и методик обучения, а зам противопожарной безопасности – огонь, опасная игра. В детском саду номер 12 после учебной эвакуации самым маленьким анапчанам рассказали и даже показали, как работает настоящая пожарная техника. Модель пожарного щита из бумаги. Ее сделали воспитанники детского сада «Солнышко» под руководством воспитателей. Самые юные жители курорта проходят азы противопожарной безопасности. В одной из групп есть специальный домик с фигурками пожарных. Как рассказывают воспитатели, дети сами придумывают разные истории жизни храбрых огнеборцев. В основном, конечно, мальчишки. Сегодня ребята поделились на две команды. По сценарию огонек вдруг вырос и превратился в опасного противника. Теперь ребятам нужно помочь взрослым отстоять любимый детский сад. А сделать это можно прежде всего знаниями, что спички не игрушка, как и электричество. Так проходит ежегодный конкурс «Огонь. Опасная игра». В нем принимают участие педагоги и воспитанники дошкольных учреждений. В этом году «Минутой молчания» вспоминают погибших в Кемерово. Я хотела бы обратиться к руководителям всех организаций. Пожалуйста, не экономьте на охране труда и безопасности и детей, и взрослых. Пожар – это ситуация, в которой может оказаться каждый. Мамы, папы, дедушки, бабушки. И ваши педагоги вам желают здоровья и добра. Это творческий конкурс, домашнее задание. Выступления помогали готовить родители. Все дети должны знать, что взрослые всегда готовы прийти на помощь. Им обязательно нужно сообщить, если где-то огонь вышел из-под контроля. А также самим знать телефон 01. Учебная тревога – обязательный элемент. Нужно слушать взрослых, не терять из виду друзей и подруг. Воспитанники выходят на улицу. Все действия оценивает специалист муниципальной службы спасения. Эвакуация проведена неплохо. В целом все правила эвакуации соблюдаются. Общее время эвакуации с объекта заняло 5 минут. В принципе, укладываются. Нормально. На улице маленький ханапчан ожидал сюрприз. Настоящая техника и настоящие пожарные, которые показали, как бы они работали, если огонь был бы настоящим. Аналогичная работа проводится во всех дошкольных учреждениях города-курорта. На конкурс свои сценарии представили 26 из них. Итоги подведут в конце апреля в рамках празднования Дня пожарной охраны. Александр Ребека, Михаил Бопов, Анапа. Регион. С 30 марта по 30 апреля в Краснодарском крае пройдет месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. В его рамках 31 марта состоится всекубанский субботник. К наведению порядка в парках, скверах и на улицах города должны подключиться предприятия, учебные заведения, общественные организации и территориальное общественное самоуправление, а также жители курорта. В период месячника нужно очистить зеленые зоны от мусора и сухих веток, разбить цветники, побелить деревья, очистить прибрежные территории и места массы в отдыхе. Работы охватят всю территорию муниципального образования, ведь от внешнего вида курорта во многом зависит впечатление о нем миллионов гостей, которые начнут приезжать в Анапу уже в мае. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам, не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. КОНЕЦ «Витязь».